всем привет всем привет 1 июня в первый день лета впервые этот день защиты детей состоится отборочный стыковой матч или не больше матча стыковой матч между сборными шотландии и сборной нацистской украины до нацистской украины потому что я считаю что на украина полностью нацистской да сейчас россия освобождает бывшую страну украину который больше когда не будет от нацизма вот так вот это нацистской украины будет играть за стыки со сборной шотландии вот ну и давайте обсудим этот матч и конечно же сделаем прогнозе мы сделаем прогнозе вот что может сказать вообще я уверен ребята перед тем матчем да перед матчем там опять будет группа поддержки сборного украины давайте давай его и будь зинченко как всегда плакать ой баба 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 пути почему путин еще живой баба просто заебала крышу не съехал но он видит к нацист нацист это вообще обсуждается вот ну что может сказать и команда я практически уверен на миллион процентов от франции пройдут украина вере не украину а бывшую страну украины потому что украины уже нету сейчас украина будет разделена бывшая страна украина она будет разделена между россией и польши вся украина там уйдет россии до западная часть уйдет в польше но потому что западная украина россии нахуй не нужна и подпишут официальный договор и все и украины не были так кстати последние два матча сборной украины вообще в истории футбола потому что больше украины не будет существовать вот ну ладно поперейдем футбол я так вам пояснилось что к чему чтобы узнать что это по это пасы два последних матча стыковых вообще два последних матча бывшей страны украины что анализируйте делайте запись чтобы он показывает вот это были последние два матча нацистской сборной украины больше ее не свисует ну вот ладно перейдем к футболу непосредственно да ну я повторяю абсолютно верю что сбора шотландии пройдет украину вообще даже не сомневаюсь шотландцы дома играет очень сильно очень сильно они грохнули да не 20 данью данью да вот и они сейчас все в прекрасной форме после прошедшего сезона по моему них одна потеря только составе все остальные все остальные основы играть шотланды самое главное их функциональность сами очень сильно вот и конечно же дома шотландии она играет при своих болельщик сумасшедших фанатах сумасшедшей поддержки никаких уже ограничений нет можно там кричать орать бюджет фаера и тому подобное да вот сбора шотландии про будет играть в боевом состоянии и при своих боевых болельщиков вот каком состоянии матч подойдет сборная нацистской украины там половина игроков вообще не менее как у практики они были по моему мобилизованы они сидели на своих базах там в льва львове там где-то еще да и просто не мельнику практики чемпионата в районе он не был он был остановлен он был остановлен и никто не играл насколько я знаю что он биатлонец петружина он где-то во львове находится там знает там сиди деды на базе да вот ну факт то что они практически всем амбилизованы были да и они не играли игровой практики не было это половина игроков причем состав у бывшей сборной нацистской украины у них очень довольно таки слабоват да там есть там условно говоря зенченко который играл манчестер сити да кто-то там еще ярмаренко есть до малиновский есть но ты троицы все остальные все там там игроки с большими проблемами да и брали принципе чемпионата украины которые сейчас не 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 идет он давно приостановлен в общем то мы должны понимать что сборная бывшая украины да она будет играть довольно таки в плохом функциональном состоянии это мягко говоря скорее всего она будет ужасно в состоянии играть потому что ну они не играли вообще но они собрались на неделю на полторы и вот сейчас будет для меня это вообще матч-шоу перед матчем там скорее всего просто будет там там мы поддержим украины мы поддержим и так плачем и так поддержим украина по футболу там скорее всего и нас тело будет потому что шотландцы будут гонять этих нацистов по всему полю функционально повторяю как функциональное состояние украинских нацистов да она очень очень слабо очень слабо вот я думаю в первом матче надо решать все сборной шотландии первом матче надо решать все вот и я думаю они решат а что значит решать все три ноль делать ну вот но букмекеры считают матч равным я совершенно вообще не согласен с этим потому что скорее всего шотландцы это нахерать они дома очень сильно играет при своих болельщиков бешеных до шотландцы и там их расхерачить вот у меня на этот матч будет две ставки первая ставка это просто победа сборной шотландии просто победа 232 кажется коэффициент 232 просто победу сборной шотландии да я просто абсолютно уверен что шотландцы выиграли во втором тайме они дожмут их точно в первом там еще не к 1 нацисты станут в оборону да во втором тайме они просто дожмут не выйдешь функционально вот коэффициент 232 просто на победу сборной шотландии дом вообще класс вот это такой момент а второй момент а чё может пожирнее там взять ребят это просто взять победу сборной шотландии фора минус один офицер знаете какой 35 35 победа сборная шотландии с фора минус один процент репет а почему бы там не быть счету 20 30 потому что шанс скорее всего дома будет стараться в этом матче или все решить реально все решить чтобы ехать же по-моему в варшаве будет матч да или где-то я уже не помню вот и первым матч надо решать там 20 30 уже ехать туда с хорошим счетом поэтому думайте сами я считаю что здесь можно коэффициент хороший поднять то есть это матч хороший коэффициент очень высоких коэффициентов то есть можно поставить фор минус один на сутландии сериале они гонят всем да не грохнули 20 дань подборочный матч никаком-то товарищеском отборочный матч они дали в руку вот при своих болельщика будет играть а там бешеные болельщики там будет бешеная поддержка вот и почему бы того 30 не сделать 20 30 коэффициент 35 играть можете вот вот общем то я мой первый прогноз это победа сборная шотландии коэффициент 232 переходим ко второму прогнозу второй прогноз это угловые ребята угловые сразу говорю ставка это индивидуально сборной шотландии по главу больше 6 спой больше шести с половиной коэффициент 2 и 9 2 и 9 2 и 9 коэффициент почему я так думаю почему такой коэффициент вы будете говорить дима ты чё со всеми ёбутс коэффициент войди и зачем ребята но я повторяю на этом матче да можно брать хороший коэффициент можно и компонент это реально я просто вам покажу статистику подачи угловых сборных шотландии вот последний матч с австрией они на выйдем мало подавали то что мы не оборонялись да в окопах сидели а вот вообще домашних матчах и не только в домашних они подают очень много угловых вот чтобы знать принципе шотландия это ну такая британская команда ней причем такой такая старая фирма британской команды да то есть они они еще очень много делают кроссов то есть подачи вот так вот в этом матче да ну сбойте сборную к нацистской украины что они будут делать какая будет так они будут сидеть в окопах сидеть в окопах и обороняться потому что ну на встрече курсах шотландии они не не смогут бегать да что это означает скорее всего за счет того что сборная шотландии очень низкие креативные игроки да ну то есть креативных игроков очень мало вернее их вообще там нет то скорее всего там бы они будут подавать кроссы были будет подача соответственно будет много угловых и весь матч там будет просто вот под подачи 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 поэтому там может быть так так что даже в сборной шотландии 10 угловых только в общем-то я решила так рискнуть не за риск не рискнул не карта риска тут обусловлен может рисковать идеально тут по угловым сборной шотландии больше шести с половиной коэффициент 2 и 9 почему такие у меня коэффициент я на этом взялась повторяя свои прогнозы на матч это победа на сборной шотландии за коэффициент 2.32 и второй прогноз это индивидуально тут по угловым сборной шотландии больше шести с половиной за коэффициент 2 идей вот матч не будет показывать по нашему телевидению так правильно сделали зачем это показывать ну вы можете там у бука посмотреть это все дело так что ребята ждем высокий коэффициент ждем выноса нацистской украины чтобы их никогда не было больше видно всем пока